Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот подходит к концу 25 апреля. Я занимаюсь высадкой томатов. И сейчас я хочу показать вам самый сложный, самый проблематичный метод высадки томата. Это лёжа. Вчера я показала самый быстрый, когда уже были подготовлены грядки, когда уже были дырочки, они были заправлены. Дырочки были выкопаны, были формы туда вставлены, чтобы не обсыпалось. Я только форму убрала, томаты поставила. Сегодня я показала самый простой метод, самый распространённый, когда просто роем лунку, заправляем её, перемешиваем и туда усаживаем растение. Он самый простой, но не самый лёгкий, потому что одновременно с высадкой я добавляю туда перегной, землю, все удобрения. Он немножко медленный, потому что всё обрабатывать приходится сейчас. Но и то это не самый трудный. Самый трудный это усаживать гиганты, высаживать. Вот смотрите, вот этот гигант томат, это уже можно сказать не рассада. Мы же обычно высаживаем рассаду, а это уже не рассада, это взрослый томат, который готов полностью к плодоношению. Видите, у него тут уже и цветочные кисти, и всё. Его нужно только умудриться как-то посадить. Я уже говорила, что его можно было бы заглубить, прям сделать большую такую, котлованчик, и заглубить. И он бы хорошо его прикопать, образовал бы дополнительные корни и всё. Но я сейчас заглубить его не могу, потому что у нас апрель, потому что у меня сибирский регион, и потому что у меня на той глубине, которая ему нужна, ещё холодно, а возможно лёд. То есть я его буду высаживать лёжа, в горизонтальном положении. Но тут тоже есть свои нюансы. Нужно знать, куда положить макушку, куда положить корень. Ну, возможно, по-всякому высаживают. Я буду показывать, как высаживаю я. Я, правда, очень сомневаюсь, что я смогу показать всё, потому что я не знаю даже, как это снимать и всё. Но буду сейчас выключать камеру, делать одну операцию, потом снова. Вот мне сейчас его надо завалить, но завалить его надо очень аккуратно, чтобы показать вам, как высчитать, на каком расстоянии от предыдущего томата нужно делать ямку под основное тельце, вот под это. Закопом-то он будет весь, но основное, вот, большое такое углубление нужно будет делать вот под это ведёрко. Сейчас камеру выключу, уложу его, и всё вам буду понемножку рассказывать. Вот я завалила своего гиганта, но у меня ещё проблема состоит в том, что я хочу, не разбивая вот этого земляного кома высадить, то есть прям на пару их. И значит, они у меня должны получиться так же, как вот эти вот, видите, идёт ряд настенек. Настеньки по две, и тут также должно быть две. Тут каждый человек должен решить сам, до какого, ну, до какого места будем заглублять. Сколько оставим? Можно оставить и вот так. Можно оставить и вот так. Потом, когда мы прикопаем, мы просто ограничим этот рост. Некоторые кладут плашку потом на землю. Я просто вот этими синими штучками, вот так вот, как шпильками пришпиливаю, потому что, если этого не сделать, фиксации ствола, они же сильные растения, завтра солнышко выглянет, проснётся томат, о, и начнёт подниматься в эту сторону. И он вырвется с этого земли, с этой земли, с грунта, потому что грунт рыхлый, мягкий, он его не удержит. Его нужно специально какие-то шпильки ещё пришпиливать. Ещё один нюанс. Всё, что у меня пойдёт в закопку, все листья я буду удалять. Так же, как мы, когда в глубину заглубляем, мы нижние 2-3 листа удаляем, когда лёжа, точно так же. Я вот сейчас всё уберу, но зачем вот эта зелень там внизу, чтобы она там загнивала? Уберу всё, и я решила, что буду делать его тоже коротеньким, как другие. Вот так вот, на таком расстоянии. Значит, я вот его уложила, вот на этом расстоянии у меня будет как будто бы лунка. Вот отсюда они у меня должны вырасти. А вот это вот, всё тело, вот это вот растение будет сюда, ну как в эту сторону. Именно в этом месте, я вот сейчас, она отпечатается, я должна сделать более глубокую, более широкую лунку, а тут немного как углубление в виде траншейки. Но я сейчас выкопаю, я вам покажу. В результате должно получиться красиво, и они должны быть такие же, как вот эти вот. Смотрите, у кого-то случайно так получается, что они перерастают, очень длинные, неудобно. У меня это получилось не случайно, я специально сеяла рамно, выращивала в ведре, видите, если в ведре, значит, это уже не случайность. Всё это сделано для того, чтобы как можно раньше получить урожай. Ясно, что вот такое большое растение, с такой сильной корневой системой, с цветочными кистями уже, конечно, оно даст урожай быстрее, чем те, которые я сейчас высаживаю, в стадии рассады. Это уже, можно сказать, взрослый томат, готовый к плодоношению. Сейчас я ещё раз выключу, выкопаю всё, и попробую дальше показать вам. И тут ещё один нюанс, при высадке лёжа, мы должны и перегной, и удобрение добавить, конечно, по всей длине, потому что у нас и здесь будут корни, и тут, и тут, и тут. Вот я добавила перегной, припудрила суперфосфатом, и сейчас, когда всё перемешаю, я уже поглубже сделаю ямку, и попробую уложить туда своего гиганта. Самый сложный, самый трудоёмкий. Я сейчас еле-еле вытащила его из ведра, но зато меня радует. Смотрите, какая корневая система. Ну, это полностью уже взрослое растение, и по состоянию корней, что корни ярко-белого цвета, видно, что растение здоровое, видите, какие толстющие, что она ждёт, не дождётся, когда его высадят, и там с той стороны дна уже всё, она освоила весь земляной ком, всё ведро, поэтому она ждала, не дождалась. Ну, смотрите, ой, я запыхалась. Конечно, тут нужен был бы помощник, но я корячилась, корячилась, выковырнула всё-таки, перевернула кверх ногами, вот так вот ладошку подставила, потрясла, она мне вывалилась. Помощникам ждать некогда, охота была поскорее выпустить его на волю. Тут в чём нюанс, смотрите ещё, видите, я выкопала недостаточную ямку, сейчас я если прикрою, то вот эти корни будут близко к поверхности, я сейчас одной рукой подниму, а другой буду отгребать, 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 чтобы ещё маленько углубить его, и вот в этой ямке, что было, я всё выложила в ведро, никуда далеко не убирайте, и потом сейчас я весь этот грунт снова сюда размещу, после того, как намечу лунку, где здесь, закреплю вот эти вот, и буду до этого места, где я определю ему, что он будет вставать наверх, я до этого места всё закрою грунтом, и всё. Завтра, послезавтра он поднимется, я потом вам его покажу. Ещё расположение. Я не знаю, как делают другие, может у всех разные способы, как и во всём в огороде. Я делаю так, я вот эту жопку, у меня смотрят на юг, а вот эти вот верхушечки, у меня смотрят на север. Сейчас, когда я закреплю, с той стороны завтра у меня встанет солнце, и будет светить весь день. Вот так вот, и вот так поворачиваться. И они обязательно в ту сторону поднимутся, вот туда, где солнце. Если разместить бы его наоборот, вот на восток и на юг, казалось бы, но они так и лежали бы, им не нужно было бы не прилагать никаких усилий, они и так на юг смотрели бы. Так что я их уложила на восток, а вернее, ой, на северо-восток. Вот у нас север, вот восток, северо-восток, а юг там. И завтра оно встанет, и хочешь, не хочешь, но солнце, видите, ему захочется, и он повернётся. Всё. Сейчас камеру выключаю, лунку углубляю, всё это землёй укладываю. Мне можно сегодня даже не поливать, потому что у меня всё это ведро, оно, грунт там всё равно увлажнён. Если сил не будет, не буду поливать. Если будет ещё желание силы, ещё полью. И вот представьте, так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. У меня шесть вот таких ведер, вот мне надо шесть ведер, каждому выкопать вот такую траншею, закопать. Кажется, что вообще это невозможно. Ну ничего, всё сделаем. Конечно, вот после этого метода, первый, когда я вам показала в баночке вчера, я была счастлива от такого метода. Взял, воткнул, взял, воткнул. И вот этот метод, который традиционный, он тоже кажется таким лёгким. А вот здесь, если честно, я сейчас стою, у меня пот по лбу, по правям, прям в глаза стекает, потому что тут такой, ну как, тут же микроклимат, тут влажно, жарко, несмотря на то, что на улице холодно. Я вся вспотела, разделась, ну вообще до нижнего белья, если честно, потому что тут невозможно работать иначе. А волосы-то никуда не снимешь, голова вся мокнет, жарко, всё. Но зато вот эти вот мои великаны уже сегодня распустят свои корешки, вырвутся на свободу. Представляете, зайдёшь через несколько дней, хоп, а на них помидорки. Вот такая сказка будет. Будем надеяться. Всё, до свидания. Желаю вам всем удачно посадить. Теперь вы знаете, что есть совсем способ лёгкий, есть средний лёгкости, а есть очень-очень трудоёмкий. Ещё потом покажу, как я черенком углубляю вниз. Можно даже на 40 см углубить переросшую рассаду, но это можно делать тогда, когда грунт прогреется и когда будет совсем тепло. Вот сейчас, вот на этом, на этой глубине, наверное, 15-20 см, грунт у меня тёплый, совершенно тёплый, но это теплица. Завтра попробую высокорослые с углублением не так, а вот так посадить. Тоже покажу вам. До свидания. Чтобы томат не вырвался, я его закрепила вот такими вот строительными штучками. В прошлом году я ботяню, также горизонтально лёжа высаживала и вот этими укрепляла. Мне очень понравилось. Они фиксируют и не повреждают растения. Теперь он никуда не денется. Точку роста я ему определила. Здесь у него будет изгиб вверх. Ну вот он мой красавец, великан. Завтра будет он и не выше других, и не хуже других. Такой же вот, как тут стоят у меня Настенька, там дальше Демидов. Он будет как раз такого же роста, но уже взросленький. Вот хочу показать, как томат себя чувствует на следующий день. Видите, он уже поднимается вот туда, в южную сторону. Он как бы привстал. И это с учётом, что сегодня нет солнца, льёт дождь, и по идее вставать-то ему сильно туда и некуда. Но, вероятно, как только расцвело, стало там светло, и он начинает вставать. Видите, как хорошо. Всё, он приподнимается. Великан, значит, всё правильно, понял свою задачу. Спасибо. 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 Спасибо.